Часть вторая. Создание собственной системы оздоровления организма. Глава первая. Какие факторы необходимо учитывать при создании собственной системы оздоровления? Очень часто лучшее лекарство это обойтись без него. Так говорил Гиппократ. Введение. Мы с вами подошли к самому основному, к созданию собственной системы оздоровления, от качества которой зависит наше духовное, физическое, социальное благополучие. Нам предстоит разобрать, на что в первую очередь необходимо обращать внимание, какие процедуры и мероприятия необходимо делать ежедневно, какие периодически и для чего. Как оздоровительные мероприятия должны меняться с изменением сезонов года и собственного возраста. Любая оздоровительная система должна включать в себя следующее положение. Первое. В собственную оздоровительную систему должны входить оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление полевой формы жизни человека и его физического тела. Второе. Собственно оздоровительная система должна строиться на вашей индивидуальной конституции и ваших психологических особенностях. Третье. Собственно оздоровительная система должна учитывать ваши возрастные особенности. Четвертое. Все оздоровительные мероприятия согласовывать и распределять с учетом биоритмологических факторов влияния сезонов года. Пятое. Семейный микроклимат. Взаимоотношения с близкими и супругами – важный элемент оздоровительной системы. А теперь более подробно рассмотрим вышеуказанное положение с практическими примерами и наиболее частыми ошибками. Собственно, оздоровительная система должна охватывать оздоровительными мероприятиями полевую форму жизни человека и его физическое тело. Большинство оздоровительных систем главный упор делают на физическом теле. Отсюда получают половинчатые результаты. Такие системы могут помочь тем людям, у которых нет серьезных проблем с полевой формой жизни. Лица с серьезными нарушениями в полевой форме жизни, когда имеются раковины, умственные и эмоциональные шлаки, клеточная память, кармические долги. В своем большинстве не получают радикальных перемен в здоровье от подобных систем и поэтому считают их малоэффективными. Существует другая крайность. Упор делается на оздоровление полевой формы жизни, при этом пренебрегает физическим телом. И в конце концов, подобное пренебрежение оборачивается серьезным расстройством организма. Особенно сильно этим пренебрегают экстрасенсы. Накачивание человека энергией внешне быстро и эффективно устраняет симптомы болезни, но в дальнейшем оборачивается еще большей бедой. Человек становится безвольным и зависимым. Подобным образом действует и иглоукалывание. Оно борется не с причиной, а со следствием. Правильный подход к оздоровлению и укреплению полевой формы жизни будет таков. Вначале надо очистить полевую форму жизни, а затем ее укреплять. Одновременно с этими мероприятиями необходимо провести очистительные процедуры для физического тела, а затем правильным питанием и описанными во втором томе средствами поддерживать на высоком уровне биоэнергетику и биосинтез. Вот такой подход к оздоровлению собственного организма разумен и полон. Из-за незнаний и несоблюдения этого положения возникает огромное количество ошибок и разочарований. Пример. Мне 54 года. Два года, как я болею ревматоидным артритом. Год с перерывами пролежала в больнице, но результатов никаких. Болезнь прогрессировала. Медицина бессильно против этой болезни. Решила в больницу больше не ложиться. Дочь привезла с Волгограда книгу «Лечебное голодание Брега». И я досконально прочитала и, восприняв духом, взялась за лечение. В общей сложности я за полгода проголодала 60 дней, в том числе последний раз 21 день голодала на противовой воде. Но воспалительный процесс прогрессировал. Питание я себе ограничиваю. Кушаю без соли. Хлеб пресный, с муки простого помола. Мясо и жиры не употребляю. Молочное ем редко. Больше овощей, яблоки, семечки подсолнечные. Орехи, мед. Ем рыбу, но мало. Почистила кишечники печень. Стала применять урину. На ночь растираю с мочегоном. Голодаю на урине каждую неделю по 3 дня. Выпиваю при этом всю дневную урину. Воды пью мало или совсем не пью. Занимаюсь этим лечением почти месяцев, но сдвигав никаких. Комментарии и рекомендации у этой женщины. Причина ремотоидного полиартрита находится на полевом уровне. Нарушена циркуляция энергии из-за обилия эмоциональных и тому подобного шлаков. Необходимо применить дыхание счастья. В питание необходимо добавить хлеб из проросшего зерна и пить свежевыжатые соки, морковные, свеклы и яблок. Очень хорошая процедура от этого заболевания влажная парная. Ее надо практиковать 3 раза в неделю. А вот голодание проводить только в дни по 100 по 14 и более суток. К тому же надо очистить печень раз 5-7. Одного раза явно мало. Пример. Меня зовут Люба. Мне 36 лет. 12 лет работаю медсестрой. Имею двоих детей. Пожалуйста, помогите советам. В августе 1994 года на УЗИ у меня обнаружили 3 камня в левой почке. 1. 1 см. 2. 0,5 см. Год назад на УЗИ ничего не было. Решила раздробить ультразвуком. Назначили обследование. Выяснилось на рентгене, что угрожающая почка правая. Купила ваши книги. Прочистила кишечник упаренной уриной. Пила 2 недели среднюю струю мочи. Съела семя крапивы 3 грамма. Пропила 1 месяц корень шиповника. Что делать дальше не знаю. Из-за переживаний похудела на 13 килограмм. Честно сказать, боюсь умереть. У меня двое детей. Прекрасный муж. И ничего не помогает. Интересная деталь. У себя в поликлинике на УЗИ находят 3 камня. А в диагностическом центре только 2 по 0,5 см. Кому верить не знаю. На рентгене почек камней нет. Значит камни не рентгеноконтрастные. Комментарии и рекомендации. У этой женщины сработала клеточная память на понятие смерть. Шутка ли похудеть на 13 килограмм от страха. Кроме этого произошло накопление эмоциональных шлаков с информацией страха в области почек. Что создало на этом уровне энергетический застой. В результате застой энергии вначале произошло разлаживание функции почек. А затем и материальное уплотнение, которое зафиксировано на УЗИ. Естественно, описанное ее лечение желаемых результатов не дало. Тем более страх. Перечеркнул то положительное, что оно могло сделать. Необходимо убрать элемент страха. Очистить полевую форму жизни с помощью дыхания счастья. И одновременно с этим продолжать очищать физическое тело. Печень, почки, выполнять очистительное потение. Очень уместно поработать с сознанием почек с помощью образно-волевых настроев. Пример, мне 72 года. Вот уже 10 лет я страдаю аденомой предстательной железы. Два года назад у меня, случайно в Москве, во время обследования организма, по радужной оболочке глаз было обнаружено уплотнение в правой почке около 3 сантиметров. В Тамбове, где я живу, мне предложили удалить почку, так как утверждали, что, скорее всего, уплотнение опасного характера. Мне рисовали безрадостную картину, мол, на почке опухоль быстро растет. И если даже не опасно сейчас, то происходит быстрое перерастание в другой вид опухоли. Я растерялся и решился на удаление почки. Это оказалось миома, полтора сантиметра. Через 18 дней меня выписали домой. И вот более 6 месяцев я мучаюсь частым мочеиспусканием. Если раньше я вставал ночью 1-2 раза, то после операции 5-7 раз. Предлагают оперировать аденому. Но я боюсь, ведь у меня уже одна почка. Стал пить мочу по утрам 150-200 граммов в течение двух месяцев. Провел очищение по Семеновой. Улучшений не почувствовал. Весной этого года снова начал пить мочу. Упаренный натирал ноги и руки. Делал микроклизмы в течение двух недель. Облегчений не наступило. Пытался голодать по 3-4 дня. Пока голодаю хорошо. Но как только начинаю кушать, все возвращается вновь. Посоветуйте, что делать. Комментарии и рекомендации. Опухоли и уплотнения. Результат застой энергии в полевой форме жизни. Опухоли аденомы и почек указывают на то, что это накопились эмоции страха. Этому же способствовало и медицинское утверждение о необходимости операции. Во время операции был провал бессознательности. Его последствия часто ночное мочеиспускание. Применение естественных оздоровительных средств оказалось малорезультативным от того, что причина расположена не в физическом теле, а порочный образ жизни не устранен. Этому человеку необходимо очистить и укрепить полевую форму жизни в первую очередь, а затем приступать к очищению и укреплению физического тела. Полезно использовать методику работы с сознанием предстательной железы, а также всего организма в целом, изменить порочный образ жизни. Пример. Обращается к вам семья. Д. Мне 25 лет, а мужу 27. Мы учимся в аспирантуре Российского химико-технологического университета. Меня заинтересовали ваши рекомендации и комментарии относительно кожных заболеваний. У мужа псориаз, который возник у него в армии, то ли из-за нарушения обмена веществ, то ли из-за психических нагрузок. Плешинки в основном на волосяной части головы. Кому мы только не обращались, но везде нам говорили, что это неизлечимо. Он учился во Франции, и там врачи ему тоже ответили, что это неизлечимо. При лечении мы никаких таблеток не применяли. Обращались к травникам города Кирова. Там ему посоветовали уринотерапию и мазь. Мазью он пользуется до сих пор, а вот с уриной оказалось сложнение. Он по утрам пил урину и делал компрессор на голову, втирал ее марлей. Была прописана диета в основном овощи, фрукты, орехи, мед, нежирное отварное мясо. Это он делал где-то полтора-два месяца и бросил. Никаких сдвигов. Пятна слились между собой, образовав одно огромное пятно на голове и лбу. Муж по натуре человек очень вспыльчивый и очень надеялся на травников. Болезнь сделала его еще более неуравновешенным. Озлобленным на мир, на родителей, на всех. Его перестала интересовать семья, друзья и так далее. Он утверждает, что у него нулевая кислотность и все его зубы в пломбах. Сейчас он смирился с болезнью, к нему вернулась улыбка. Друзья, стал более общителен. Но надежда на излечение пропала. Почему у нас ничего не получилось? Что мы делали не так? Комментарий о рекомендации. Не получилось из-за того, что лечение строилось не на удалении причины, находящейся в полевой форме жизни, а на лечении следствий в физическом теле. Что явилось причиной этого заболевания? Злость на родителей. Говорит о том, что человек бессознательно чувствует нанесенный им ему вред. Сквернословие и поношение родителей разрушили ему зубы. Основную массу эмоциональных зажимов и шлаков он получил в армии, где его подавили морально и физически. Утрамбованная полевая форма жизни обидами, мщением, интеллектуальными поисками, как отомстить, вызвала застой энергии в области головы, злость в области пищи, варительных органов. Изменение внешнего вида вызвало затяжной кризис со всеми его последствиями. Нежеланием иметь семью, детей, неуравновешенностью. Окончание кризиса выразилось в перегорании, переоценке своей личности, своего отношения к окружающим, отношении к своей болезни. В результате многое изменилось. Почему произошло обострение от лечения, предложенное травниками? Масса состояла из яичного белка, меда, детского крема и солидола. Эта мазь питалась в ткани кожи и зашлаковала их еще больше. Употребление урины стало выводить эту чуду мазь наружу, в результате чего на месте выведения образовалось огромное пятно. В результате у семьи с уриной оказалось сложнее. Кроме этого, у парня индивидуальная конституция с желчи, с которой не проводится никакой работы, а именно она, желчная конституция, давала причины, которые порождали следствия. Что надо делать, чтобы успех был на все 100%? Несмотря на отрицательное высказывание французских врачей, произвести эмоциональную расшлаковку, разрядку клеточной памяти с помощью вышеописанного в первой части этой книги, а затем пройти все, что изложено в трех книгах целительной силы с учетом желчной конституции. Пример, мне 21 год, с детства страдаю букетом болезней, воспаленный желудочно-кишечный тракт, в силу врачей и медицины не верю, очень беспокоит меня неуверенность в себе, замкнутость, беспричинный страх, постоянное волнение, переживание из-за мелочей, плохая память, не могу сконцентрировать внимание, плохо воспринимаю новую информацию. Решила заняться самооздоровлением, голодала 1, 3, 10 дней, результатов никаких. Начала пить урину, обливаться холодной водой, занялась бегом и все это закончилось у меня психозом. Помогите мне, пожалуйста, как вернуться к самой себе? Видимо, я что-то неправильно делала. Комментарии и рекомендации. Перед нами типичный пример огромной клеточной памяти, зажатых эмоций, к тому же индивидуальная конституция с преобладающим жизненным принципом ветра. Самооздоровление проводилось без учета индивидуальной конституции, что привело к еще большему перевозбуждению жизненного принципа ветра. Это голодание, обливание холодной водой, занятие бегом, что в итоге и привело к психозу. Необходимо с помощью дыхания счастья очиститься от клеточной памяти и эмоциональных шлаков. Оздоровление построят с учетом уменьшения жизненного принципа ветра. Используя здесь диету, процедуру, физические упражнения. Собственная оздоровительная система должна строиться на вашей индивидуальной конституции и ваших психологических особенностях. Не делай себе кумира, не поклоняйся им и не служи им. Библия, исход, глава 20. Ранее разобранные нами жизненные принципы слизи, желчи и ветра в самых разнообразных пропорциях и вариантах сочетаются в организме каждого человека. За счет этого каждому человеку придаются его личные пропорции тела, рост, особенности физиологических процессов, продолжительность жизни, анаболитические особенности, аналитические особенности ума и психические реакции. За счет прежних кармических наработок вы попадаете в те или иные условия жизни. В этих условиях жизни начинает вызревать и реализоваться ваша карма. В результате чего вы получаете соответствующую клеточную память, эмоциональные шлаки, а с ними и соответствующие болезни. Все это строго индивидуально, ваши и только ваши. Задача в нынешнем существовании земном самостоятельно со всем этим разобраться, очиститься от еще не наступившей кармы и исчерпать собственным трудом, собственными волевыми усилиями то, что уже проявилось. Надо стать сильнее, чем вы были, преодолев различные жизненные ситуации. Поэтому первым делом, определив свою индивидуальную конституцию, чтобы с помощью простых оздоровительных средств вернуть слизь, желчь и ветер в гармоничное состояние. Понаблюдайте за своими психологическими особенностями. Почему вы так реагируете на ту или иную ситуацию в жизни? Каковы мотивы того или иного вашего поступка? Нет ли отключения аналитического ума клеточной памятью? Подберите из вышеописанного соответствующего средства для очищения полевой формы жизни, физического тела, питания, процедур и так далее. Поймите, вам необходимо решить свои проблемы в этой жизни с помощью специально подобранных для этого средств. Люди, которые считают себя учителями и навязывают средства, с помощью которых они решили свои жизненные проблемы другим, по своему незнанию приносят им вред. Они уже за вас подумали и решили, что вы должны делать. Тысячу раз нет и нет. Вы все должны сделать сами. Я оказываю вам огромную услугу, облегчая ваши волевые усилия в поиске и систематизации оздоровительного материала. Но окончательное решение должны сделать вы сами. Вы сами должны разобраться в себе и подобрать оздоровительные средства для себя. Пример. Письмо 1. Санкт-Петербург. Анна. Уже почти 2 месяца я лечусь по целительным силам. Делаю клизмы с уриной, иногда с травой. По утрам пью по 100-200 граммов свежей урины. Два раза пробую очистить печень лимонным соком и оливковым маслом. Но ничего не получилось. Даже послаблений не было. Меня очень беспокоит то, что вот уже 5 лет, как я сильно истощена. А вес набрать не могу. При приеме пищи возникает отрыжка. Появляется боль и тяжесть в подложечной области. При росте 167 сантиметров вес 35 килограммов. В связи с этим голодание проводить боюсь. Хочу спросить вашего совета. Врачи обнаружили у меня гастродоуденид. Сказали, что надо есть только вареную и протертую пищу. Стоит ли мне их слушать? Я перешла на раздельное питание. Пью по утрам пивные дрожжи. Добавила проросшую пшеницу. От большого количества овощей, в основном в сыром виде, усиленность, вздутие живота. В большом количестве стали отходить газы. Кал содержит большое количество непереваренной пищи. После трех недель уринотерапии начались резкие боли в желудке. Продолжавшуюся неделю. А вместо кала шла пережеванная пища. Три дня пила только свекольно-яблочный сок с приемом урины утром и клизмы с уриной два раза в день. Боли утихли. Но с первым приемом пищи вновь возобновились. Я стараюсь ежедневно делать зарядку, побольше двигаюсь. От уринотерапии жду положительных результатов. Хотя пока никаких серьезных сдвигов. Посоветуйте, что делать, какую пищу употреблять. Только вареную в измельченном виде или можно есть сырые овощи и фрукты. Как устранить боли, вздутие живота, газообразование. Как прочистить печень. Можно ли мне голодать или сначала надо набрать вес тела. Как это сделать? 94-й год. Комментарии и рекомендации. У этой женщины сильнейшим образом перевозбужден жизненный принцип ветра. Основные симптомы его проявления – истощение, газообразование, плохое пищеварение. Усугубляет вредное действие жизненного принципа ветер. Сырая пища. Слишком много физических упражнений и движений. А также голодание. Эта женщина задала вопросы, которые по питанию изложены в первом томе целительных сил. По процедурам – во втором. А по оринотерапии – в третьем. У нее оздоровление просто без учета собственной индивидуальной конституции. Поэтому и такие результаты. Первое. Чистку печени она просто съела. Организм настолько черст и обезвожен, что масло только его смазало, не дойдя до печени. Ей необходимо ежедневно смазывать тело оливковым маслом. Принимать горячие в ванны. Кушать пищу, угнетающую жизненный принцип ветра. Особенно хлеб из проросшего зерна, поджаренный на топленом масле. А также каши – каши с топленым маслом. И все это в теплом виде. Второе. Уриновые клизмы ей не подойдут. Они действуют как солевое слабительное и перевозбуждают ветер. Ей надо делать молочно-масляные микроклизмочки. Третье. Голодание и обилие физической активности такому человеку вредны. Они возбуждают ветер. Надо тепло одеваться. И делать только прогулки по свежему воздуху. Можно делать небольшие тренировки через день с тяжестями. После двух месяцев такой подготовки можно будет успешно почистить печень. Набор веса начнется самостоятельно. Вот такие рекомендации были ей даны. Письмо 2. Получил от вас ответ. За это время боли стали менее выраженными. Пища лучше переваривается. Но все еще сильно беспокоит вздутие кишечника, газообразование и тяжесть после приема пищи. А вот тут можно было бы порекомендовать прием семян тмина. Примерно 1 треть чайной ложки съедать не разжевывая, а просто запивать водой. Раз в день утром натощак. Продолжаю пить пивные дрожжи, есть проросшую пшеницу. Питаюсь так, как вы говорите. Но добавляю также немного свежих овощей и сладких фруктов. 2-3 раза в неделю употребляю яйца, творог, рыбу, мясо. Но естественно питание провожу раздельно. За 2 недели я поправилась на 2 кг, что для меня большой прогресс. Ведь 5 лет я только худела. Хотя кормили как на убой. Комментарий. Видите, как правильный подход к собственному организму сделал за 2 недели то, что нельзя было сделать за 5 лет. Многие думают, что они начитали из книг по оздоровлению и выполняя их рекомендации оздоравливаются. А через некоторое время замечают, что их действия приводят к обратным результатам. Причина в неучтении собственной конституции. Пример. Мне 48 лет. Инженер связи. Согласно вашей таблице, у меня преобладает индивидуальная конституция ветер. И болезнь, видимо от нее, расширение вен нижних конечностей. Во-вторых, я очень худой человек. При росте 167 см вешу 59 кг. Было бы удивительно, если человек с конституцией ветра был бы толстым. Начал лечение в январе 1994 года уриной. Сначала очистил толстый кишечник уриной, затем упаренной уриной. Пью мочу по утрам. Печень не чистил. Нет оливкового масла. Никаких изменений со стороны вен не видно. Никаких кризисов не было. Запоров нет. Пробовал лечить вены живой и мертвой водой. Ничего не помогает. Применяю раздельное питание. Мясо ем раз в неделю. Никаких видимых изменений со стороны веса и вен нет. Когда читаешь письма других в вашей книге, то так и удивляешься. За неделю уриной вылечивали до десятка сложнейших болезней. Как так получается? Почему урина на меня не действует? Помогите мне с советом, как набрать вес и помочь венам. Комментарии и рекомендации. Во-первых, для того, чтобы поправиться, необходимо нормализовать функцию печени. Очистить ее. Это не было сделано. Во-вторых, необходимо применять питание для вашей индивидуальной конституции. Читайте первый том. В-третьих, урина на вас действует, но чтобы от нее очистилась печень и рассосались тромбы, нужна помощь со стороны организма. Уравновесить жизненные принципы, а вот этого она сделает не в синах. Но когда она, то есть урина, лицам с другими индивидуальными конституциями уравновешивает жизненные принципы, у них действительно наблюдаются разительные перемены в здоровье. Пример. Мне 58 лет. У меня хроническое заболевание, не специфический полиартрит обменного характера. В ноябре прошлого года я начала очищать печень и сделала 5 чисток. В 1991 году, в феврале, отказалась от мясных и молочных продуктов. Основная пища – каши и салаты. Чувствовала себя хорошо, похудела за 2 года на 10-12 кг. После пятой очистки, через день-два проснулась с черными зубами. Я не поверила, что полетела эмаль. Я потеряла сон. Со второй половины дня стала уставать, а ночью проснулась и от своих страхов не могу заснуть. Особенно, когда зубы ноют. А ноют они в основном от характера пищи после гороха. В последнее время стала пробовать молочные продукты, понимая, что надо менять питание. А как – не знаю. Все-таки чистки печени дали и положительный эффект. Уменьшилась аллергия. Можно губы красить губной помадой, они не опухают. Рассосались два жировика на лице. Комментарии и рекомендации. Женщина в возрасте ветра. К тому же пишет, что за 2 года похудела сильно. Далее она стала плохо спать. Уставать во второй половине дня появились страхи. Спать перестала и зубы ноют от характера пищи гороха. Все описанные симптомы указывают на перевозбуждение жизненного принципа ветра. А характер питания салата и горох еще больше способствует его перевозбуждению. В результате этого усилились катаболические процессы в организме. То есть распад в организме усилился. Каша и салаты не обеспечили организм достаточным количеством минеральных веществ. Все эти причины и вызвали рассасывание эмалии зубов, а также остальные симптомы возбуждения ветра. Этой женщине необходимо пересмотреть свой оздоровительный процесс с учетом индивидуальной конституции возраста и полевой формы жизни. Неспецифический полиартрит. Нарушение всеобщей циркуляции энергии в полевой форме жизни. Собственно оздоровительная система должна учитывать ваши возрастные особенности. В течение жизни импульс, образующий полевую форму жизни, то есть квантовое тело человека, претерпевает ряд изменений. Он ослабевает. От этого в самой полевой форме жизни происходят качественные и количественные изменения. Первое. Изменяются метрические и временные параметры полевой формы жизни. Полевая форма жизни уменьшается и становится менее плотной. На физическом уровне это выражается в неспособности организма держать воду, усыхание тела, тугоподвижность суставов, сморщивание кожи, увлечение вязкости всех жидкостных сред организма. Человек уменьшается в росте, теряет пропорции тела, искажается весь облик человека в целом. Сноска. Можно бороться с возрастными изменениями организма, работая с метрическими и временными параметрами полевой формы жизни. Эти методики основаны на создании и удержании в течение определенного времени яркого мысли-образа юного человека, а также применении в качестве профилактики разумных голоданий. Второе. Уменьшение величины напряжения первичного сознания на вакуум, то есть взаимодействие сознания с вакуумом или взаимодействие супруга сознания с женой пустотой или вакуумом, как говорили древние медведицы, приводит к тому, что полевая форма жизни становится более разряженной. В ней образуется меньше квантовых частиц, полей, слабее вращаются преобразователи энергии чакры, что приводит к уменьшению электромагнитного, гравитационного, теплового поля и других энергий. Внешне это выражается в ослаблении памяти, мыслительной способности, зябкости, уменьшении пищеварительных способностей, угасанию иммунитета, ослаблению остроты зрения, всеобщее ослабление активности ферментов. Третье. Уменьшается циркуляция и движение энергии внутри полевой формы жизни, так как ослабевает разгоняющая сила первичного сознания. Внешне это выражается в уменьшении быстроты мышления, вялом пищеварении и перистальтике, увеличении времени протекания всех биологических процессов, теряется способность организма к обновлению, долго заживают раны. Вышеописанные общие закономерности происходят с любым человеком, помимо его воли и желания, но в зависимости от индивидуальной конституции человека эти процессы протекают по-разному. У лиц выраженной слизистой конституции первые 20-25 лет жизни из-за чрезмерного удержания воды и других веществ в организме будут наблюдаться простудные заболевания, склонность к набору излишнего веса. В последующие 20-25 лет из-за ослабления теплотворных и циркуляторных процессов могут возникать осложнения с пищеварением, иммунитетом и в заключительную треть жизни они будут сильно мерзнуть, отекать, вести пассивную жизнь, подать в депрессию. Если у них образуются опухоли, то они будут мягкой, водянистой и жирообразной консистенцией. У лиц выраженной с желчной конституцией организма первые 20 лет пройдут более-менее нормально, возможно сыпь и прыщи на теле. Средний период жизни может привести к появлению расстройств пищеварительной в тракте, изжоги, язвам. У этих лиц наиболее часто наблюдаются различные заболевания, связанные с печенью, жирчным пузырем и искажением нормальной картины крови из-за образования желчных шлаков. В связи с этим бывают прыщи, фрункулы на коже, седеют и выпадают волосы, легко раздражаются по пустякам, язвительны и ворчливы. Последнюю треть жизни у них могут возникнуть желчные и почечнокаменные заболевания, расстройства с пищеварением, психические заболевания, извращенное и язвительное отношение ко всему происходящему. Это, как правило, седые или лысые люди в очках с желтоватым оттенком кожи. У лиц, выраженной ветреной конституцией, первый этап жизни может пройти вполне нормально, ввиду того, что воды и тепла организм вырабатывает и удерживает в достаточном количестве. В среднюю половину жизни у них начинаются проблемы с радикулитом, несварением желудочно-кишечного тракта, неуверенностью в себе, страхами разного рода, быстрой утомляемостью, нехваткой энергии, особенно в вторую половину дня, постоянным холодом в конечностях. В заключительную треть жизни они не выносят сухой и холодной погоды, тело их быстро усыхает, теряется подвижность в суставах, страдают от запоров и насильственного стула, что приводит к общей зашлаковке и интоксикации. Если у этих людей образуются опухоли, то они, как правило, твердой консистенции. В связи с вышеизложенным у каждой индивидуальной конституции возникают специфические проблемы со здоровьем. Рекомендации согласно этого раздела оздоровления будут следующие. Первое. С возрастом менять направленность собственной оздоровительной системы для препятствия негативным возрастным процессам. Второе. Препятствует быстрому рассеиванию полевой формы жизни, то есть трудиться до пота и спарина, разумно тратить энергию первичного сознания. Все оздоровительные мероприятия согласовывают и распределяют с учетом биоритмологических факторов влияния сезонов года. Согласуя собственную трудовую и оздоровительную деятельность с процессами, происходящими в природе, вы легко и просто оздоравливаете и укрепляете свой организм. Действуя не в попад, как это рекомендуют большинство книг по оздоровлению, вы получаете половинчатые результаты. Но в конце концов, вы постепенно и незаметно для себя заходите в тупик и не понимаете, а в чем же дело. Собственно, оздоровление организма обязательно необходимо согласовывать с суточными, лунными и годовыми биоритмами. Тогда успех обеспечен. Ниже следующие проиллюстрируют эффект правильного и неправильного вписывания в биоритмы. Суточные биоритмы. Если человек не кушает после 16 часов вечера, то его организм начинает сам очищаться и увеличивать мощь полевой формы жизни. Организм такого человека ночью отдыхает, полноценно восстанавливается и, наоборот, еда на ночь. Извращает нормальную циркуляцию энергии по органам. Срывает процесс чередования активности-пассивности. Вместо качественной работы в других органах, энергия оттягивается в пищеварительные органы. И весь организм усиленно работает ночью над перевариванием пищи. Сердце молотится, как от хорошей физической нагрузки. Образуются шлаки. Сон очень плохой. В итоге, человек утром встает не свежий и отдохнувший, а вялый, разбитый, опухший. Так постепенно накапливаются в организме усталость и шлаки, что приводит к болезням и преждевременной старости. Лунные биоритмы. Голодая в дни и кадаши, вы, естественно, и хорошо очищаетесь, давая большую физическую нагрузку в первую и третью фазы лунного цикла. Вы не перерасходуете свой энергетический бюджет. И наоборот, выполняя в особые дни лунного цикла голодания или ударные тренировки, вы перенапрягаете свой организм, налагая один стресс внутренний от системы расширения и сжатия, или наоборот, на внешний от физической нагрузки, голода и тому подобное. Это отрицательно сказывается на вашем здоровье и может привести к серьезным последствиям. Годовые биоритмы. Неудачно выбранное время для очищения или укрепления того или иного органа даст половинчатые результаты. А такие виды оздоровительных процедур, как обливание холодной водой в сухое и холодное время года, длительное голодание не в дни постов, могут способствовать внедрению патогенной биоклиматической энергии в организм и вызвать то или иное заболевание. И наоборот, правильно выбранное время для очищения и укрепления того или иного органа, голодание с учетом космической энергии и так далее, способствует более качественному оздоровлению с наименьшими затратами энергии самого организма. Из вышеописанного вытекает рекомендация согласовывать оздоровительные мероприятия с биологическими ритмами природы. Семейный микроклимат, взаимоотношения с близкими и супругами – важный элемент любой оздоровительной системы. Каждый человек живет в окружении других людей, которые оказывают на него большое влияние. Особенно большое влияние на нас оказывают наши близкие, родители, сослуживцы, члены семьи. Это влияние может быть как благотворным для нашего духовного и физического существования, так и разрушительным. Так в детском возрасте родители своими необдуманными поступками, словами и тому подобное формируют клеточную память, разного рода эмоциональные зажимы и запреты, навязывают, ну неосознанно, шаблон собственного поведения. Многие наследственные болезни есть не что иное, как передающееся порочное поведение, образ мышления и питания, приводящие к появлению определенного заболевания из поколения в поколение. И гены здесь ни при чем. Не секрет, что человек, решивший заняться собственным здоровьем, находит непонимание со стороны сослуживцев, друзей, членов семьи. Обычно считается, что на такого человека блажь наехала. Но никто не удостужится поинтересоваться, что творится с этим человеком. А ведь он погибает и как за последнюю возможность цепляется за самооздоровление, а окружающие мешают ему. Абсолютно не разбираясь в оздоровительном процессе, члены семьи, сослуживцы и друзья в моменты кризисов, естественной ломки старого стереотипа, когда состояние человека ухудшается, своими высказываниями, типа, как ты похудел, а не болен ли ты? Твое оздоровление это ерунда. Посмотри на себя, до чего ты до оздоравливался и тому подобное. Сбивают человека, мешают процессу перестройки, накладывают негативный отпечаток, сеют сомнения, что в итоге мешает нормальному течению оздоровительного процесса. И наоборот, поддержка, одобрение, создание благоприятных условий помогают человеку стать здоровым, крепким, сплотить семью, воспитать здоровых и умных детей. Из этого раздела вытекает следующая рекомендация. Не мешать оздоровительную процессу вашим дедушкам или бабушкам, папе или маме, сыну или дочке. Ведь вы не знаете, насколько серьезно повреждено его здоровье. Всемирно поощряйте занятия и старайтесь сами посильно в них участвовать. Делайте друг другу различные мероприятия, оздоравливайтесь и сплачивайтесь. Пример. Мне 30 лет. Заболела остро 2 года назад. Хотя болезнь возникла давно. Но просто сразу как-то все обнаружилось. И мастопатия, и остеохонроз, и миомоматки под вопросом ставили. И выделения нехорошие появились, хотя анализы мазков были нормальные. Врачи стали назначать различные лекарства. И антибиотики, и гормональные, и другие лекарства. Я их в гору выпила. И все без конкретного диагноза. Год промыкалась по докторам. Летом решила поколдать по брегу раз в неделю. Резко перестала есть мясо, яйца, рыбу, соль, сахар. Сильно стала худеть. Силы убавились. Был вес 57 кг при росте 158 к концу лета 46. И вот случайно в августе купила целительные силы. Сразу сделала серую клизу по уокеру и начала пить сок каждый день. Свекла, морковь и огурец. Осенью стала желтеть. Вес 44 кг. Решилась пойти на первую чистку печени осенью. Первая чистка прошла неплохо, камушки вышли. И хотя я читала, что печень нужно чистить весной, мне хотелось все скорее сделать. И через месяц впал на луние, сделала 4 чистки. Правда, четвертая не очень получилась, меня вырвала. Пятую сделала через 2 месяца. Мой вес стал 40 кг. Родные муж в ужасе. Правая грудь уже не так болит. И зловонные выделения из влагалища прекратились. Зато началось нарушение месячных. Высохло зябно. Я совсем запуталась и не знаю, что мне можно есть, а что нельзя. Сейчас у меня сил мало стало. Даже зарядку делать. Родители говорят, что последние силы потеряешь. Итак, остались одни кости. Странно то, что дочь питается подобно мне, но не худеет, как я. Ей 12 лет. 16 мая. Купила третий том целительных сил. Там есть рецепт хлеба из проросшей пшеницы. Я сразу приготовила. Вкусно очень. Вкус сладкий. Чудесный. Необыкновенный. Очень понравилось. Может так она, то есть проросшая пшеница, у меня будет лучше усваиваться, чем сырая. Комментарий и рекомендации. Как видно из письма. Эта женщина чувствует, что она разрушается. Официальная медицина не помогает. Решила заняться оздоровлением. Но начала без учета индивидуальной конституции и резко. Это привело к перевозбуждению жизненного принципа ветра. Чистку печени начала проводить в крайне неблагоприятный для этого период времени. Осенью. В результате пожелтела и похудела еще больше. Психологическое давление со стороны близких. Неправильное применение оздоровительных средств и питания. Результат еще больше. Перевозбуждение жизненного принципа ветра. Сильно выраженными симптомами. Нет сил. Нарушились месячные. Высохло и зябнет. Но когда она попробовала хлеб из проросшего зерна, который резко уравновешивает жизненный принцип ветра. Дела пошли сразу же лучше. Это ее продукт. Дод чувствует себя хорошо из-за того, что она находится в другом возрастном периоде. И это питание для нее подходит. Для того, чтобы у этой женщины все нормализовалось, надо питаться с учетом возбужденного жизненного принципа ветра. Применять такие процедуры, как горячие ванны с последующим смазыванием тела оливковым маслом. Ни в коем случае не голодать. Заручиться поддержкой близких людей. И провести серию дыханий, счастья или ребёфинга.